То, что Телеграм не передаст ключи до шифрования сообщений пользователей, было понятно давно. В декабре мессенджер уже был оштрафован за это российским судом на 800 тысяч рублей после иска ФСБ. Отказ ожидал и Роскомнадзор, который давал компании 15 дней на предоставление ключей. По словам представителей мессенджера, это технически невозможно. Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не хранятся на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте. Адвокаты компании говорят, что это невозможно из правовой точки зрения, потому как требования властей нарушают конституцию и затрагивают свободы граждан. Требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы. Следовательно, требования блокировки также не обоснованы. По словам ФСБ, доступ к сообщениям им нужен для борьбы с террористами, многие из которых, как утверждают спецслужбы, используют Телеграм при подготовке терактов. Правовая база под эти нужды спецслужбы в России была подобрана еще в 2016 году, когда был принят так называемый закон «яровой», обязывающий соцсети и мессенджеры хранить данные о переписке пользователей до полугода и предоставлять их по требованию спецслужб. Поскольку платформа зашифрована, правительство не может само блокировать страницы и аккаунты. Оно должно идти в компании с этой просьбой. И правительство решает, что если оно не может заставить компании выполнить свои требования, то полностью блокирует их. В России мы это видели в случае с LinkedIn, приложением Zillow и даже с китайским WeChat. Отключение многих правозащитных организаций, положение со свободой интернета в России в последние годы катастрофически ухудшается. Эксперты считают, что обратить этот процесс вспять в ближайшее время не удастся. Россия сейчас встала на путь изоляции страны от глобального интернета. Законы последних лет показывают, что она хочет иметь так называемую цифровую независимость, возможность контролировать всю информацию, которая идет из страны или попадает в нее извне. Если компании будут ущемляться этими драконовскими законами, мы увидим снижение уровня свобод в России. В такой ситуации избежать блокировки телеграмма может помочь только чудо. Россиянам придется искать ему альтернативу. Ее уже, кстати, предложил советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Его совет – переключаться на старую добрую Аську, мессенджер ICQ. Андрей Деркач, Дана Преображенская, Настоящее время, Америка. Даня Преображенская, Настоящее время, Америка. Америка. Преображенская, Настоящее время, Америка. Америка. Америка.